Два милых пушистых очаровательных создания Наоборот, гиперактивность или активность кошек – это, в принципе, достаточно хорошая вещь такая Хороший признак поведения и здоровья Например, если котёнок ставит дом кверх ногами, то мы говорим о том, что он подвижен, что у него с конечностями всё нормально Что он хорошо развивается, что он активный Кошка и должна быть активной Но при этом мы должны понимать, что кошка должна и спать много Достаточно, если кошка будет спать 10-15 часов в сутки, это хорошо Так вот, если же всё-таки вы выбрали породу, которая отличается активностью Например, как абиссины Сегодня у нас абиссинские кошки в гостях Они очень активные, несмотря на то, что один котёнок ещё спит сегодня утром Например, если у вас сфинкс или корниш-рекс Да, эти кошки будут постоянно с вами Эти кошки будут постоянно что-то кусать, висеть на шторах Обои драть Обои драть – это, наверное, все кошки будут Потому что, особенно обои, которые мягкие, они кошкам доставляют большое удовольствие Так же, как и кожаные диваны Так вот, как усмирить кота в домашних условиях и что же с ним делать? Ну, например, для кота очень важно обустроить тот угол, где он будет потягиваться и точить когти Потому что, когда кошка как раз занимается на когтеточке, да Она вытягивает тело очень активно То есть для кошки это очень важно, да У нас котята очень хорошо тянутся из-за этого Когтеточка должна быть высокая Обязательно это должен быть столб Для того, чтобы кошка могла потянуться и вытянуть все свое тело Для того, чтобы как раз ваши обои не страдали Потому что обои очень удобно Они находятся на стенах Кошка, потягиваясь, может очень хорошо растягиваться утром Может когтеточку обклеить обоями? Чтобы ей было вдвойне приятно На самом деле сейчас есть гофрокартоновые когтеточки, которые очень приятны для кошек Кошкам нравится Они есть в виде домиков, есть в виде столбиков Очень хорошо для котят использовать шарики Шарики из различных материалов Это может быть и веревочные какие-то игрушки Для того, чтобы мы можем их бросать Кошка может приносить запросто И это не только собаки делают, это делают кошки Заодно, если шарики плотные Для котят это очень хорошо в смену зубов Для взрослых кошек это хорошо для удаления камня И плюс это очень хорошие затраты энергии Для того, чтобы кошка хорошо побегала Дальше она будет, скажем, в отсутствие вас Когда вы будете на работе, не будет разрушать дом А будет практически спать Подклеивать и будет Да, может и подклеивать Если научить Вот, но смотрите, кошка может быть гиперактивной от природы Но заставить быть кошку гиперактивной Например, там, больших, 5-6-летних котов Быть активными для того, чтобы они больше двигались и похудели Практически невозможно Потому что с возрастом все кошки ведут более размеренный образ жизни Понимают тленность и утия Да, да, и очень малое их количество остается такими же активными Хотя я очень... Вот у меня есть пациент То есть операции здесь ни при чем? Операции ни при чем Ни кастрации, ни стерилизации А надо дождаться просто взрослого При том, что, да, эти процедуры не влияют и на охотничий инстинкт То есть стерилизованная кошка так же будет охотиться вообще без проблем И такой же будет активный Вот у меня есть пациентка, которой 20 лет кошке Она уже совершенно летняя И она очень подвижная Просто ее остановить дома практически невозможно Вот Так что, если у вас гиперактивная кошка Не надо этого пугаться Дайте ей угол Дайте ей возможность играть Дайте ей возможность Различные какие-то махалки, контактные игры И она не будет разрушать дома Будет приносить радость А есть какое-нибудь, не знаю, меню успокаивающее? Вот если, например, человека там молочком теплым с медом покормить Он может такой и заснуть Ну, сейчас, видите, есть очень большое количество И различных успокаивающих препаратов Но коррекция поведения у кошек Она больше здесь нужна для снятия тревожности Ну, к сожалению, да Чем активнее кошка, тем она, возможно, будет тревожнее И стрессо-неустойчивее Но это все зависит от того, как вы будете воспитывать котенка Как вы его будете социализировать в квартире С вашими гостями, с детьми И уже дальше будет понятно Будет ли ваше животное социальное и активное Или оно будет просто активно И при появлении любого человека в квартире Бежать под диван и находиться там А ночью выходить и тоже все разрушать Такое тоже бывает Спасибо большое Эксперт в области здоровья домашних животных Николай Леонов был у нас в гостях И две маленькие гиперактивные кошечки Наша программа продолжается Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok